Друзья, всем привет, с вами Яков, и сегодня мы с вами посмотрим, как в Diablo 2 Resurrected можно прокачивать паладина, который будет наносить урон с помощью умения Vengeance, ну или же Возмездие. При этом мы будем наносить урон разностихийными атаками, то есть Холдом, далее Огнём, но также Молнией. Ну и сами понимаете, что это три разные стихии. Ну а если все эти стихийные атаки еще и усилить аурой Conviction, то есть той, которая снимает как защиту, так и сопротивление ко всем стихиям, то данным геймплеем будет довольно-таки неплохо фармить уровень сложности ад. То есть как минимум проблем с иммунерами не будет, особых проблем. Так что в данный момент возьмите на заметку. Также стоит отметить, что данный билдом стартовать будет невозможно. Почему? Потому что наш главный скилл открывается гораздо позже, нежели другие умения. К примеру, тоже умение Зил. Поэтому поначалу лучше покачаться Зиалотом. Стартовый билд на Зиалота есть у меня на канале. Если что, ссылку на этот билд я помещу в закрепленном комментарии под данным роликом. А вот уже когда прокачаетесь, найдете более-менее нормальные приметы, тогда можно будет перебиться и в данную сборку. Но хочу сделать небольшое замечание, что это умение Vengeance требует немаленького количества маны на использование. Поэтому, чтобы не повышать ману, так как эти поинты можно потратить с умом, поищите на каких-нибудь предметах свойства, которые будут даровать вам манолич, то есть восполнение маны за удар. И тогда будет играться комфортно. Также сообщу, что этого героя я вам искусственно смоделировал, сделал сейф и его я поместил на свой Дискорд канал. Там есть рубрика Герои Диабл 2, туда заходите и данный сейф можете скачать и потестить данного героя, чтобы посмотреть, следует его качать или же нет. Также в этом сейфе имею сапачка токенов, чтобы вы, если что, могли сбросить билд, ну и раскидать как очки характеристик, так очки навыков, как вам будет лучше. Так, ну а мы теперь давайте пройдемся по нашим предметам. И первый предмет, о котором стоит упомянуть, это руннословное оружие Дев. С помощью него мы будем как поднимать наш урон, повышать рейтинг атаки, также мы получим шанс сокрушающего удара, как и смертелем удара. И в этом оружии как раз таки есть мана Лич, а значит, что проблем с маной у нас не будет. Во второй руке у нас находится руннословный рецепт Экзайл, это щит. Он нам дарует постоянную работающую ауру Дефенс, поднимает резисты, мы получаем плюс 2 единицы к атакующим аурам, а также мы будем подмораживать противников. На голове у нас находится Гуэлайм Фейс. С помощью этого шлема мы будем повышать шанс сокрушающего удара, а также смертельного удара. Ну а в сокет можно инкрустировать, допустим, руну Ум, чтобы повысить наши резисты. В качестве брони мы используем Фортитут. Она поднимет нам запас здоровья, защиту, урон. В качестве кольца мы используем Гнев Верховного Лорда, дабы повысить нашу скорость атаки, а также получить 1 единицу ко всем навыкам. Кроме того, мы еще и повышаем шанс смертельного удара. Далее у нас идут Гор Райдер. Ботинки. С помощью этих ботинок мы повышаем шанс сокрушающего удара, смертельного удара, а также шанс открыть раны. В качестве одного кольца мы используем Булкатоса, чтобы получить 1 единицу к навыкам, получить Лайф Лич, а также поднять запас здоровья. В качестве второго кольца мы используем Равен Фрост. Для того, чтобы получить иммунитет к заморозке, а также для поглощения части урона от холода. В качестве пояса мы используем Верданго. Для повышения запаса нашего здоровья, а также для уменьшения входящего урона. Но в качестве перчаток мы используем возложение рук. Для того, чтобы повышать скорость нашей атаки, а также урон по демонам. Что касается второстепенных оружий, то в качестве оружия у нас находится Call to Arms. И с помощью этого оружия мы получаем 2 крика Варвара, который дарует нам 1 единицу к навыкам, а также поднимает наш запас здоровья и маны. Ну а во второй руке у нас находится щит Спирит. И с помощью него мы даруем нашим крикам, по сути, 2 единицы к навыкам. Что касается нашего инвентаря, то там будет незаменим факел адского пламени, для того, чтобы получить 3 единицы к нашим навыкам, а также поднять резисты и характеристики. Для подобных целей мы используем еще и Анигилус, то есть поднимаем тоже резисты, характеристики и плюс 1 единицу к навыкам. Теперь, что касается нашего наемника, то, безусловно, лучший вариант будет нанимать персонажа со второго акта, и нас интересует второй уровень сложности, то есть Найтмар. И берем мы того наемника, который дарует нам ауру мощь, для повышения итогового нашего урона. Ну а что касается экипировки наемника, то в качестве брони идеально будет Фортитут, для того, чтобы повышать как урон, так защиту нашего мерка, но в качестве головного убора это Ликандриэли. И с помощью этой маски мы будем повышать защиту, повышать скорость атаки наемника, а также наемник будет получать Лайф Лич, то есть выхиливать себя будет. Ну а в Сокет можно инкрустировать Самосвет, который будет повышать скорость атаки наемника. Ну а в качестве оружия идеальным вариантом для нашего геймплея будет Прайд. И с помощью этого рецепта мы и урон наемнику поднимем, ну а также мы будем получать ауру Концентрация, то есть тем самым будем повышать урон, как наш, так и наемника. Теперь, что касается характеристик. Силу мы качаем чисто для того, чтобы надевать на себя нужные приметы. Ловкость я подкачиваю чисто для того, чтобы под действием умения Holy Shield я получал максимальный шанс блоком, то есть 75%. Энергию я вообще не прокачиваю, ну а оставшиеся очки я закидываю в живучесть, чтобы поднять запас моего здоровья. Теперь давайте разберемся с нашей книгой навыков. И первая закладка, которая нас интересует, это атакующие навыки. И в этой закладке нас интересуют два умения. Первое умение это Holy Shield. И в данный скилл я закидываю всего лишь одно очко. С помощью данного умения мы будем повышать нашу защиту, а также шанс блоком. Ну а главное наше здесь умение это Vengeance. Его мы прокачиваем до максимального уровня. К этой закладке мы с вами еще вернемся. А сейчас давайте перейдем в закладку атакующих аур. И в ней мы до максимального уровня прокачиваем нашу ауру Conviction. Это аура, которая будет постоянно у нас работать. И с помощью нее мы будем и защиту у противников снимать, а также снижать их сопротивление. Теперь давайте вернемся в нашу вкладку атакующих навыков. И посмотрим внимательно на наше умение Vengeance. Где мы видим, что этот скилл получает еще дополнительную прибавку к урону от разных стихий. За счет вспомогательных аур. Это сопротивление к огню, холоду, молнии. А также дополнительные стихии на урон от ауры Salvation. И эти ауры находятся в закладке защитной ауры. Туда мы переходим. И здесь я раскидал поинты следующим образом. До максимального уровня я прокачал ауры сопротивления к молнии, а также к огню. Одну очко навыков я закинул в ауру Salvation. Ну а все очки, которые у меня остались, я закинул в ауру сопротивления к холоду. Вот это все, что касается билда. Но теперь как мы работаем. Как только появляемся на локации, мы переключаемся на наши вторичные вооружения. И прожимаем наши два крика варваров. Затем переключаемся на наше основное оружие. Ну и прожимаем наше умение Holy Shield. Затем переключаемся на ауру Conviction. Ну и двигаемся вперед. Нашли противников, атакуем их умением Vengeance. Вот в принципе и весь геймплей. Простой, незамысловатый, однокнопочный. Так что если он вам понравится, то можете присматриваться к этим приметам, к этим рунам, которые требуются для данных рецептов. Чтобы впоследствии таким поиграть. Если будет желание. А пока у меня на этом все. Что вы думаете о данной сборке, пишите в комментариях под видео. Я же с вами прощаюсь. Благодарю за внимание и за просмотр. Не болейте. Ну и желаю удачи в фарме контента. Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал на ютубе. Вступайте в группу вконтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма. С вами был Яков. Пока.